Итак, если Конгресс будет республиканским, похоже, что будет его проверят, и его первый и самый большой тест — финансирование Украины. В США рецессия, она ухудшается. Все ожидают, что ситуация в США еще ухудшится. Во время рецессии вам не хватает денег. Но президент Украины выступает на телевидении и требует от США бесконечной поддержки деньгами. Смотрите. Мы правда хотели бы поддержки, особенно чтобы эта поддержка осталась на прежнем уровне. И мы хотели бы совместной поддержки от американского общества и прежде всего от американских налогоплательщиков, ведь в конце концов эти деньги принадлежат не правительству, а людям. Это просто возмутительно. Мы не имеем понятия, куда идут эти деньги, ни малейшего. Если вы хотя бы предположите, что этот парень может стать богаче, вас подвергнут цензуре. Многие становятся богаче в этой стране, но только не вы, потому что это ваши деньги. И, кстати, Украина находится не в Северной Америке, а в Европе. Так почему платим мы, а не европейцы? Ключевая идея в том, что если республиканская партия в Конгрессе позволит отправлять деньги этому головорезу, какой смысл снова голосовать за республиканцев? Они посылают ему деньги во время нашей рецессии, чтобы восстановить его границы, в то время как наша граница полностью открыта. Как это работает? И как можно поддерживать это в интересах США? Белый дом поддерживает. Они объявили, что готовят новый пакет военной помощи Украине. Мы подумали, будет интересно узнать, что Кэнди Соуэнс думает об этом. Мы рады, что она присоединилась к нам сегодня. Кэнди, срад тебя видеть. Кажется, что тест очень простой. Если вас только что избрали, и вы за Америку, Америка прежде всего. Почему так сложно вынести четкое решение по этому вопросу? Я не знаю, потому что их интересы не совпадают с интересами американцев, и им все равно, что с нами будет. Действительно важно иметь внутренний стержень. Когда мы обсуждали свое видение ситуации, любого, у кого были вопросы, и кто не стал сразу выкладывать украинский флаг в соцсетях, записали в марионетки России, не так ли? Мы задаем простые вопросы. Не подозрительно ли, что они объявили об уходе из Афганистана 31 августа 2021 года? А потом, на следующий день, 1 сентября, нам сказали, что мы присоединяемся к усилиям Европейского Союза, объединяемся с ЕС, чтобы помочь Украине вступить в НАТО. Мы прекратили одну операцию по отмыванию денег на 50 миллиардов с трудом заработанных долларов, и сразу кинулись в другую. И сколько мы уже отдали Украине? 50 миллиардов. Недостаточно для этой содержанки. Он хочет еще. Зеленский – содержанка Америки. Кстати, о судьбе денег. Я провела пару недель в Европе. Люди говорят, что украинские чиновники покупают имущество в Швейцарии. Вот вещи, которые мы должны проверять. И если республиканцы возьмут обе палаты, нам нужно всерьез удостовериться, что мы знаем, куда идет каждый из этих долларов. У нас так много служащих налогового управления, им следует проверить, на что идут наши деньги за границей. Если хоть один украинский чиновник купил имущество в Швейцарии, в то время как мы отправляем им десятки миллиардов долларов, разве это… Не величайший скандал современности, я не понимаю. Просто не понимаю. Это абсолютная правда. Несколько российских чиновников покинули свое имущество в Швейцарии, и его покупают украинские чиновники на Ламборгини. Это факт на 100%, который я вам сообщаю. Конечно, как всегда, они назовут это теорией заговора. Так было с КАМ, пока правда не открылась. Так было с БЛМ, пока правда не открылась. То же самое будет с Украиной. Недели через две эта теория заговора окажется правдой. Удивительно. Кэнди Соуэнс, благодарю, что уделила нам время. Спасибо. Большое спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»